Аксана Васильева Глагол этот несложный, имеет всего два значения, поэтому вы справитесь с ним легко. На русский язык мякен переводится так. Давайте рассмотрим значения и синонимы данного глагола. Первое значение. Замечать, узнавать, чувствовать что-либо через наблюдение, чувственное восприятие. Синонимы. Бемеркен, шпюрен. Например. Она сразу же заметила, что он был болен. Я почувствовала, что мальчик боялся. Мякен входит также в состав следующего речевого оборота. Мякс, ты вас? Его можно перевести так. Ты что-нибудь замечаешь? То есть, ты чувствуешь что-то не в порядке? Второе значение глагола мякен. Сохранить что-либо в памяти. Запомнить. В этом значении глагол мякен используется с частицей ЗИХ, которая ставится в ДАТИВ, то есть в дательном падеже. Синоним. Им гэдэхтнис бэхалтен. Их кэн мэгут телефоннуман мякен. Я умею хорошо запоминать номера телефонов. Мы рассмотрели основные значения и синонимы глагола мякен. Для того, чтобы глагол запомнился лучше, я подобрала из немецких сайтов предложение, в которых он встречается. Таким образом, вы увидите реальные ситуации, в которых сами немцы используют глагол мякен. И если захотите, сможете прочесть оригинальные статьи, ссылки на которые я указала рядом с каждым предложением. Итак, пройдите по ссылке, указанной в описании видео, и пользуйтесь всем доступным материалом. С вами была Оксана Васильева. Успехов в изучении немецкого языка! Viel Erfolg und Spaß beim Deutsch lernen!